Я не буду говорить, я просто о том, что я его люблю, в общем, как старшего брата своего. И я относился к нему как к учителю и продолжаю, безусловно, но, в общем-то, через некоторое время мы стали очень близкими друзьями. А мне он помог в одном, я, возможно, перестал бы, как все молодые люди, которые пишут стихи, я, возможно, перестал писать с возрастом, как почти все делают. Все грешат стихами в юности, знаешь, а потом перестают бросать стихи. Но вот когда я пришел в театр, он сразу моментально как-то отметил это, отнесся к этому как именно к поэзии, как к стихам, к моим песням, которые, в общем-то, я раньше пел для друзей, предназначались они только близкими. И стал включать их в спектакли. Такое внимание к тому, что мы делаем помимо театра, его интересует не только то, что мы делаем на сцене, это само собой. Потому что мы актеры, служим в этом театре, работаем, а именно то, что мы делаем, как наши творческие хобби, наши увлечения. Он это всегда очень поддерживает, всегда очень внимателен. В общем, короче говоря, вы знаете, ведь можно про него книгу писать, и не одну, наверное. Наверное, это так и будет сделано. Но, к сожалению, не теперь, а позже, как всегда. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нерва в суетой. Сказал бы Николай Робертыч Юра, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны на живой, твой добрый человек из Сизуана, живет еще спасибо, что живой. Субтитры создавал DimaTorzok